Мы посылаем вам сигнал. И надеемся, что у вас получается регулярно делать то, что вас поддерживает. В сегодняшнем выпуске разбираем высказывания, ставшие штампом. Россия уже проиграла. Судя по ежедневным обстрелам украинских городов, это далеко от правды. Тогда что имеют в виду люди, когда используют эту фразу? Перешлите этот выпуск своим близким, если он вам покажется интересным. Подписывайтесь на подкаст и рассылку «Сигнал», а также на наши Твиттер и Телеграм. Еще за две недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, тогдашний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Россия в любом случае уже проиграла. В середине апреля прошлого года он вновь об этом заявил, вскоре после отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей. Некоторые эксперты сравнили положение российских войск с немецкой армией в 1942 году, когда ей не удалось захватить Сталинград. Идея о том, что Россия уже проиграла войну, распространена среди самых разных экспертов. 24 февраля 2023 года об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Такого мнения придерживается не только он, но и, например, украинские или европейские политические деятели, российские оппоненты режима, бойцы ВСУ и американские генералы. Но ведь Россия по-прежнему оккупирует значительную часть территории Украины, бомбит украинские города и, очевидно, готовится к новой волне мобилизации. Россия явно не выигрывает, но значит ли это, что она уже проиграла? Это зависит от целей военного конфликта. Спустя почти полтора года с начала полномасштабного вторжения они так и не ясны. Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что в задачи специальной военной операции входят защиты людей в Донбассе, которые, по его словам, на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, деноцификации и демилитаризации Украины, суд над теми, кто совершил, цитирую, «многочисленные кровавые преступления против мирных жителей», а также защита от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против России. По данным Вашингтон-Пост, ФСБ планировало, что российской армии удастся захватить Киев за считанные дни. После этого спецслужба рассчитывала, что новые пророссийские силы свергнут правительство Владимира Зеленского и убьют его самого. По планам ФСБ, Украиной должен был управлять или Виктор Янукович, сбежавший из страны в 2014 году, или группа людей из бывших членов пророссийской партии регионов. Это оставалось Путину на выбор. Сам Кремль эти планы не подтверждал, хотя неоднократно называл киевский режим нацистским. В «Методичках» также говорилось, что Россия ведет войну с безбожниками в Украине, но официально это не озвучивалось. Российской армии не удалось захватить целиком территории Донецкой и Луганской областей, которые Россия считает частью аннексированных ЛНР и ДНР. Путин также заявлял, что Россия не будет оккупировать Украину, но не сдержал свое обещание и аннексировал некоторые захваченные территории. В декабре 2022 года он также говорил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны, но на условии киевских властей – возвращении всех территорий, включая Крым и Самопровозглашенные республики – он не согласен. Короче говоря, как бы размыто Путин не формулировал цели СВО, очевидно, что ни одна из них в полной мере не достигнута. Но ни от одной из них он публично не отказывался. Напротив, он и его приближенные продолжают твердить, что все они будут достигнуты. И утверждает, что Россия уже исчерпала свои возможности для этого явно преждевременно. В общем, определять победителей и проигравших все еще рано. Это в первую очередь эмоциональный риторический прием. Его цели различны. Кто-то выдаёт желаемое за действительное, кто-то пытается поднять боевой дух украинцев. Но, пожалуй, чаще всего те, кто так говорит, имеют в виду, что Россия уже одним тем, что развязала войну, сама себе сделала хуже. Путину не удалось уничтожить Украину как суверенную страну. Достичь военных планов стратегическим, тактическим и оперативным путем не получилось. Расколоть НАТО тоже, скорее даже наоборот, альянс окреп. То есть Россия вместо того, чтобы показать свою силу, показала слабость и уже проиграла, по крайней мере, в смысле грозного имиджа. По престижу самого Путина война тоже ударила. Для международного сообщества он теперь не только подозреваемый в совершении военных преступлений, которого разыскивает ГАГА, но и политический лидер, который якобы со второй армией мира не смог быстро победить своего противника. Некоторые политики обращают внимание, что Россия обрекла себя на международную изоляцию. Против страны введены масштабные санкции. Боевой дух российских солдат низок, а значит, они не способны не только на масштабное наступление, но и на работу с местным населением на оккупированных территориях. А это важно для поддержания легитимности власти. Украина продолжает получать оружие от многих стран. Украинская нация стала еще более сплоченной. Защита русского языка обернулась тем, что многие русскоязычные украинцы отказались от его использования и полностью перешли на украинский. Проигрыш в войне, полагают некоторые украинские исследователи, изначально был заложен в самом решении начать полномасштабное вторжение. Все дело в том, пишут они, что Москва ведет войну за прошлое, в то время как Киев воюет за будущее. Путин, считающий распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, все больше погружает себя и некоторых россиян в состоянии ресентимента, пытаясь вернуть России статус великой державы. И этот регресс тоже сам по себе уже проигрыш. Из России могли уехать и не вернуться до полумиллиона человек, среди которых большинство – молодые образованные люди. По прогнозам экспертов, экономическая ситуация в стране в 2023 году будет более тяжелой, а западные страны не намерены отказываться от санкций. Но бои продолжаются до сих пор, и никто не думает сдаваться. Все это ведет к затяжной войне. Правда, вести ее сложнее с каждым днем. И каким бы ни был исход, Россия выйдет из конфликта куда слабее и беднее, себя же годом раньше, по самым разным показателям. Что будет, если Россия правда проиграет войну? Это очень сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно учитывать очень много обстоятельств. Как долго продлится война, на каких условиях она закончится, сменятся ли путинские режимы, кто возглавит страну, как Запад будет выстраивать свою политику в отношении проигравшей страны? Всего этого мы сейчас не знаем. Но есть несколько тенденций, на которые уже сейчас можно обратить внимание. Если страна проигрывает в войне, особенно противнику которой представляется более слабым, а Украина и меньше, и беднее России, она с большой вероятностью вскоре начнет новый военный конфликт. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные с 1816 по 2017 год. Причем, скорее всего, проигравшая сторона будет воевать не со своим изначальным противником или его союзниками, а с другим, еще более слабым государством. В качестве причины следователи называют желание власти отомстить за унижение, самоутвердиться, провести работу над ошибками и закрыть гештальт. Так что нас может ожидать новая война. Бывает, что из-за проигранной агрессивной войны падает авторитарный режим. Так было с черными полковниками в Греции в 70-е и с военной хунтой в Аргентине в 80-е. Ну, например, политический аналитик Александр Баунов сомневается, что нечто подобное произойдет в России. Он склоняется к тому, что если Россия проиграет войну в Украине, Путин все еще может остаться на посту президента, подобно Саддаму Хусейну, который затеял и не смог выиграть войну с Ираном, потерпел разгром от американцев после вторжения в Кувейт, но затем еще больше 10 лет правил Ираком. Баунов отмечает, что Путин может сохранить власть, поскольку цели войны на ее второй год остаются до конца непонятными. А значит, пропаганда способна едва ли не любой исход конфликта представить населению как победу. Эксперт фонда Карнеги Максим Саморуков считает, что после поражения Москве будет необходима поддержка Европы и США. Но неизвестно, готовы ли они будут ее оказать. Он допускает, что Россия может повторить судьбу Сербии после поражения в югославских войнах. Взаимодействие западных и новых сербских элит после поражения в войне и свержение Слободана Милошевича было слабым. Белград выдал Милошевича Гаге в обмен на обещание Запада не вводить санкции против страны и рассмотреть вариант вступления Сербии в ЕС. Но страна в Евросоюз так и не вступила, а Сербия перестала чувствовать, что договоренности между сторонами соблюдаются. Правда, новые власти не стали уделять пристальное внимание наказанию военных преступников и проработке националистических настроений. В итоге Белград так и не урегулировал вопрос с Косовым. В обществе сильна ностальгия по Югославии вкупе с национализмом и коррупцией. Саморуков считает, что Россия даже после поражения в войне может не стать полноценно демократической страной, поскольку у Запада просто не будет мотивации поддерживать ее, особенно если удастся снизить экономическую, главным образом энергетическую зависимость Европы от России. Но даже если после окончания войны в Украине этого не случится, война не пройдет для россиян бесследно. Психологи настаивают на том, что быть частью страны-агрессора, травмирующий опыт. Многие граждане воспринимают действия страны как совершаемые от их имени, а люди с антивоенной позицией невольно становятся заложниками ситуации. Они считают происходящее неприемлемым, но помешать этому они не могут. Кроме того, уровень насилия в обществе после завершения войны, скорее всего, повысится, а доверие к армии, да и вообще к государственным институтам может упасть. Это подрывает легитимность власти и может привести к протестам. Но совершенно не факт, что после окончания войны в российском обществе сразу произойдут фундаментальные изменения. На какой-то период времени россияне вообще могут придать события войны забвению, как это было в Германии в 50-е или во Франции после войны в Алжире. Многим потребуется время, чтобы смириться с тем, что случилось. И это будет первым этапом работы над ошибками. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Скорее, поразительный страшный факт, о котором многие ничего не слышали. В 2022 году закончился один из самых жестоких военных конфликтов за последние десятилетия. Война в Эфиопии длилась с 2020 года, а ее жертвами, по некоторым оценкам, стали 600 тысяч человек. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигналсобакамедуза.io Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова